Спасибо, вы пережили. У нас было два раза больше людей на первый день, как всегда, в трое, до последних минут, так что вы все герои здесь. Хотела сказать, что для нас это немножко шар в нашей истории, это первый раз, когда мы делаем хекатон. Мы очень старались, по свободу, проще партнерги, клип и садов маутный. Нам очень понравится, мы делаем еще и в театре, и в парке еще раз, несколько раз. Я думаю, это очень полезно, как я уже канала, это наверняка самый лучший способ для нас нахлаждения. И след, мы ждем ваши заявки. Нам было очень интересно с вами работать, начинаемся. И хотела тоже сказать огромное спасибо Microsoft, Виктор, представители Microsoft, что вы наши холстеры, скажем так. И тоже огромное спасибо IGCE. Если вы не зарегистрировались еще в IGCE, пожалуйста, обязательно нужно. Это самый лучший мероприятный для всех, как и с этого Украина каждый год. Лучше и лучше, обязательно нужно поехать на IGCE. Хэппинг фан, пожалуйста. Спасибо, у меня тоже есть три на сегодняшний день для команды. Сдоль на Europe International. это первое что вообще команда смогла сделать за эти два дня вот это вот это между тем что может быть у команды уже было и то чего они добились эти два дня вот и как бы умея поможет на то вообще насколько этот проект может быть нацелен на улучшение общества улучшение чего-то о которой мы говорили и не только насколько проект вообще нацелен а насколько этого проекта есть шанс вообще что-то что-то сделать так что в принципе очень просто еще раз упоминаю бизнес модель на данном этапе не важно мы будем оценивать модель вот но хотим проверить насколько ваши проекты вообще могут сделать и какую-то пользу вот наверное так а призы мы выберем три команды первый приз будет это столик на айдисе и который будет происходить в четверг и пятницу правильно здесь выигрышая команда сможет представить ваше тысячам подписчиков конференции вот второе третье место получит конечно же футболки вот и квест и вот и вот и вот самое главное только что поступило и вот глобальный комитет жюри первые три команды отобранные жюри сегодня будут также представлены для для глобального который получит который получит возможность поехать на веб-саммит и на который будет организован в дублине там три дня две ночи все будет оплачено для команды и команда участвовать в этом как оттоне вот так и спешил номинейшн сегодня также будет отобрана одна команда для того чтобы принять участие в европе антенчерсам все отлично я бы хотел сказать что как я уже сказала в первый раз мы делали о том ваше филбэк для нас очень важно мы старались но если мы можем было лучше пожалуйста скажи как мы можем было лучше иметь внимание ваше филбэк это очень серьезно хорошо спасибо у команд будет пять минут чтобы сделать презентацию надеемся что вы сможете показать что вы сделали представить еще раз проект и вот здесь вот будет на этом ipad и вы сможете видеть сколько у вас остаться хочу просто заметить я участвовал в таких вот хакатонах я присутствовал на нескольких хакатонах которые проводил гейклэс в Сан-Франциско у нас тоже и я вам должен сказать что во первых собрались такие серьезные ребята идеи были действительно многие из них были продуманы как я помню в пятницу и семь команд это очень очень хорошо для хакатона так что в общем то мы ожидаем хорошие результаты так что спасибо ребята что вы пришли что вы поучаствовали и что вы готовы идти на сцену и показать вам что же вы такое сделали за два дня итак начинаем первое дело и ну начнем со слова секс ну внимание нормально внимание подняли так ну что ж ребята команда велоком Игорь Андрей рады представить вам наш проект и так с нами еще велосипед для начала хотелось бы узнать кто из присутствующих в зале ездит на велосипеде отлично кто из вас знает что такое каденс ооо уже хорошо так вот каденс на самом деле это очень важный показатель при езде на велосипеде это частота вращения педалей велосипеда в минуту начинающим велосипедистам рекомендуется ее держать в пределах от 80 до 110 оборотов в минуту зачем это нужно при одинаковой скорости лучше крутить чаще но с меньшей нагрузкой на колени это сохранит вам суставы и первое что тренируются у настоящих спортсменов велосипеда это именно поддерживать правильный кадр если этого не делать можем заработать артрит коленного сустава и по статистике после 30 лет заявлые велолюбители которые этого не делают каждый третий страдает артритом коленного сустава рядом с велосипедом проблема в чем никто этому не учит никто этому не рассказывает никто не вырабатывает правильный стиль езды более того существующие на рынке устройства такие как велокомпьютеры которые позволяют вам следить за расстоянием которые прошли с какой скоростью вы это сделали не предоставляют в доступных ценовых рамках показатель такой как кадр более того большинство моделей даже для профессиональных велосипедистов не дают дополнительных характеристик которые можно было бы снимать с велосипедом ну собственно идея состоит в том чтобы сделать устройство которое поможет вам вытренировать правильный стиль езды и сделать собственно велокомпьютер который сможет забрать всю необходимую информацию о вашей поездке о вашем треке итак как же это сделать перед вами велосипед на раме сзади на беремке мы устанавливаем наше устройство наш велокомпьютер с датчиками дальше два магнитика ставятся на педальку и на колесо с помощью в момент когда они проходят рядом с велокомпьютером мы этот момент фиксируем и вычисляем обычные для простого велокомпьютера показатели как скорость пройденное расстояние мегану собственно такую модельку мы и сделали сейчас я вам продемонстрирую значит небольшой микроконтроллер два датчика двигатель магнитика в приложении и оскор и передвижение велосипед порт помимо этого мы выберем ряд дополнительных подробностей подробностей именно альтиметр GPS активиметр кироскоп громко и Bluetooth как вы уже видели с помощью этих трек и подробностей и можем использовать устройство для которых мы можем приложить по кирпичу по передается информация о пройденном треке анализируется на приложении и выдаются рекомендации что же ты сделал и так чем ты мог нагреть своим коленям своему здоровью и почему тебе нужно ездить чуть-чуть по-другому это поможет большинству велосипедистов которые я надеюсь в скором времени особенно сейчас в Европе переходят с автомобилем на велосипеды этих новичков научить правильно хорошо ездить пользу для своего здоровья и для своих колен в дальнейшем же хотелось бы эту информацию собрать в клау где мы ее сможем массивно проанализировать и выработать техники тренировки для таких молодых и перспективных велосипедистов собственно уже выговаривалось что бизнес модель неинтересна но тем не менее за этот денек еще удалось поговорить собственно с теми кто ездит катается на таких соревнованиях и они честно говоря идеи были очень довольны потому что существующее устройство предоставляет только информацию о том сколько времени у тебя ушло на проезд по кругу какую максимальную скорость ты сделал среднюю скорость но не говори в какой участок трассы ты лучше проехал хуже проехал одна метрика которая снимает такой велокомпьютер наш велокомпьютер по акселерации наклоны с помощью гироскопа GPS треков можно указать где и какой участок ты в каком треке лучше проехал все проснулись? да ровно 5 минут спасибо за внимание хотелось бы услышать ваши вопросы за 2 дня мы успели делать я могу даже показать у нас много велокомпьютер стал достаточно устойчивым официальный мы успели собственно спаять велокомпьютер из больших некомпактных деталей это все таки прототип присоединить датчики это герметические контакты герконы если кто помнит магнит который проходит рядом я могу даже взять показать вот проходит вдоль подносителей проходит около этих датчиков и соответственно передает информацию через bluetooth модуль более того если вы заметили когда каденс падает меньше допустимого приложение просто показывает что он неправильный то есть это тот минимум который необходим параллельно также еще этот диодик который показывает когда кадр низкий индицирует что тебе нужно накрутить педали быстрее вниз передачу вниз быстрее прошивка для микро-контроллеров и приложение для андроидов а что нужно показывать велосипедисту будет специальный экран или это будет смартфан хороший вопрос действительно если достичь модульности в итоге которое мы говорили так вот как вы видите специально мы вывели контакты но уже больше ничего не успели подключить вот эти вот GPS приемники датчики акселерации гироскопа и прочее то вывести такой же например датчик не датчик а контакт для подключения внешнего экрана и можно показывать прямо без дополнительного приложения но это будет просто информация текущее состояние а по окончанию проезда например велосипедисту интересно вот как же я там проехал он же не всегда появился в экране и вот для этого собственно уже может быть мобильное приложение но правда не в таком виде это просто эмуляция экрана а приложение которое построит графики отобразить на google maps или там я не знаю open street maps где он может его выделить и показать где он что и как проехал более того так же пришла в голову идея что с помощью актилерометра можно оценивать насколько правильно велосипедист тормозит то есть вот в гонках это очень важно поддерживать среднюю скорость высоко и соответственно нужно тормозить в последний момент когда в формуле 1 и тут же быстро разгоняться если он допустим начал торможение слишком рано мы это тоже можем отследить соответственно порекомендовать ему что в следующий раз на этом участке слишком поздно или слишком поздно да это мы тоже определим и следующая кнопка спасти меня да тут ребята дальше расскажут такой есть вопросы? есть вопросы? у меня еще вопрос куда это еще применимо кроме кредиа в принципе если мы говорим о мудренности и скажем так непривязанных конкретных датчиков это можно ставить и на автомобиле и на мотоциклы просто вместо таких датчиков будут другие датчик пола который посетится на что-то у нас на мобиле и будет показывать таркометр будет показывать скорость можно на мотоцикле на ручку газа собственно поцепить и указывать какая сейчас тяга была то есть в принципе датчики достаточно универсальны более того те модели которые используются даже в топовых подходах это качественные датчики которые широкого поколения и точно так же на велотренажере да вот что интересно вот кстати такое замечание было что в спортзалах где люди профессионально тренируются тренера они почему-то закупают велотренажеры без этого кадра на самом деле это очень важно буквально за сезон можно колени убить так что дальше травматолог скажет ну все парень теперь только подержать да хорошо спасибо 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 берем менша цифра Краще, чей гирше? Да, гирше. Ага, доброе. А комп можно выучить бы, а мы еще будем? Включите, да. Там уже все включено. Там настроено. Это все мое, да? Так вот, условно. Лимит на презентажку, да? Я встрою его просто знизу. В embed code. Під низом будет embed code, все зерпоко открывается. А, можно, получи. Давайте замкнем. А, тите, я видео пишу. Сейчас. Там будет шерер. Шерер. Эмбет код получи. Так что такое? Включи шерер на весе. Тройку фон. Тройку фон. Тройку фон. Тройку фон. Тройку фон. Вы можете ее краудки дали, да? Шер. Тройку фон. Я на тебя зашир. Я на тебя заширю, да? Я на тебя заширю, да? Я на тебя заширю, да я не знаю. Угу. Ну так а чё ты не продел? Впрочем, чеблинки, скажи мне за стуку. Там чеблинки. Там видео на ног? Нет. Сделай на ног. Ты там что-то на телевизоре. Канал выиграл. Всё на шаре. Всё на скотчхе. Всё на спине. Ни... Впрочем. Сюда на поиск. Это свет? Это свет. Да... Локально под условием.